В кинематографе для дополнительного эффекта часто используется ускоренная съемка. В фильмах с Брюсом Ли все было наоборот. Если не показать сцены драк в замедленном режиме, то можно и не увидеть сами удары. Этот эпизод наглядно показывает, какой бешеной скоростью удар обладал Брюс Ли. Тут даже моргнуть не успеваешь. Это было проблемой для режиссеров. Актер часто гастролировал, шокируя публику своей невероятной техникой. А гвоздем программы был удар кулаком с расстояния в 2,5 сантиметра. Человека же отбрасывало на несколько метров. Меня сильно раздражает, когда меня называют суперзвездой. Это просто иллюзия. Это то, как тебя воспринимает публика. А я хочу, чтобы меня воспринимали как актера. Поэтому приятнее услышать, когда тебе говорят, парень, ты играешь просто супер. Это намного лучше, нежели какая-то там суперзвезда. Брюс Ли увлекся боевыми искусствами после того, как его избили сверстники. Он оказался очень способным учеником и всего за три дня выучил базовые движения кунг-фу. Позже он освоил и другие виды единоборств, а затем разработал и свой собственный стиль джит-кундо, что переводится как опережающий кулак. Брюс твердо верил в необходимость постоянной обработки кулаков и ступней ног, добиваясь того, чтобы они стали эффективным оружием. Суставы его кулаков были покрыты большими мозолями. И даже после смерти имя Брюса Ли окутывает все новые легенды. Одна из них гласит следующее. Всю жизнь Брюсу снился сон, что он сражается с ожившей статуей во дворце. А накануне смерти приснилось, что он проиграл ей бой. 20 июля 1973 года статуэтка-талисман, стоявшая на крыше его гонконгского дома, неожиданно упала на землю и разбилась в дребезги. И в ту же ночь он умер. На похороны в Сиэтле собрались десятки тысяч человек. Спустя 40 лет некоторые вещи Брюса выставили на аукцион в его родном Гонконге. Самый дорогой лот «Желтый комбинезон», в котором он снялся в своем последнем фильме «Игра смерти», ушел с молотка за 100 тысяч долларов.